Правильно ли я разглядел фамилию Лихарева? Лихарев, да, он тоже как бы... Костя Лихарев. Да. То есть он активно не работает в этой области, но он сделал свой вклад. Следующий вопрос. У меня вопрос по графену. Почему именно графен? Чем графен отличается, например, просто от фольги неналичной? В этом применении. Ну а почему бы... Нет, я уже понимаю, какие-то соображения изложите, если есть какие-то специальные соображения? Ну мне кажется, что фольга, она все-таки довольно жесткая. Ну, то есть отношение физических параметров, ну, вы это не анализировали, я так понимаю. Ну нет. Просто из каких-то таких общих соображений... Здесь есть неточность. Это не графен. Это система графен-оксид графена. Нет. В меблистерах реализованных, работая с системой графен-оксид графена. Она обратима и позволяет получить этот самый. Там не графен. Нет, в меблистерах работают с графен-оксид графена, вы правы. А вот в этих конденсаторах нам нужен графен-оксид-проводящий. А это другое дело. Мембраны ваши, это другое дело. Ну, довольно просто реализовать, вот, разной толщины, и вот таким образом подобрать необходимые механические свойства. Готов с вами фольга, с ней умножиться, и, пожалуйста, готов к прибору. Графен еще замучившись. Вы готовы это сделать? Да, чушь. Ну, сделайте. Вот действительно, в университете, просто на кафедре, по-моему, нанотехнологии, они как раз реализовали вот такую систему миен-рисперов на основе графен, ну, вернее, нанотруба, оксид графена и нанотрубы. Вы понимаете, на переходе у вас при приложении напряжения у вас очень маленький, так сказать, здесь зазор, и при переходе у вас электрическое поле, ну, прикладываемое, у вас переходит оксид графенов, графен переходит. Поэтому меняется очень быстро сопротивление и управление очень быстрое. Может быть, намного быстрее, чем вот эта вот оксид графеновая штука. Да, но здесь все-таки другой, то есть нам интересно принципиально вот что-то другое. Все вопросы, и они так или иначе, вот эти вопросы, завязаны на тот мой вопрос, который я хотел задать с самого начала. Поскольку вы употребили, вот когда говорили про устройство, слово основы. Ну, потому что графен, он на какой-то основе. После этого мы его там нанесли какой-то слой, управляем там, смотрим, можем ли управлять, что можем из этого выжить. И сейчас вот есть понятие наноточки, совокупности наноточек, нано, а уж просто вот, атомных, атомных, нанолинии, нанолинии и наносетей. И управление ими, чтобы потом, вот управляя на границах, вводя начальные граничные условия, получать какие-то функции от управления. И четко их воспроизводить. Так вот, везде есть основа. Ну, то есть это вещество, и то, чем мы управляем, это тоже вещество, только слово нано. Вот просто нано-развиво. Нано-развиво. И всегда есть основа. Вы с самого начала употребили это слово основа, а в уравнениях нигде следуя от функции основы нет. На так же нет. Ну, не видел. Где бы параметры были задействованы с характеристиками той основы, на которую это устройство и как-то. Нигде не присутствует. Ну, вот, можно тут просто внимательно смотреть. Ну, объясни, если есть, покажите. Я, я, можно... Вот параметр гамма, параметр помеганос, параметр S, параметр M, параметр... Ну, то есть вы просто не сделали акцентов, все, я просто не успеваю. Все, спасибо, пожалуйста, остальные вопросы.